Привет, дорогие друзья! Сегодня покажу вам кое-что из арсенала самодельного инвентаря кроликовода. Сделаем быстро, просто и из того, что идет прямиком на помойку, то есть еще и бесплатно. Будем делать защиту для рук. Зрители часто пишут в комментариях под моими видео, что мол у тебя руки всегда покалеченные, все в шрамах, в ранах. Короче, береги руку, Сеня. Да, удары, когтей, зацепы, задиры и даже укусы – это, к сожалению, будни для кроликовода. Вот и сделаем сегодня надежную защиту. Я в свое время пробовал применять различные вещи, чтобы защитить кожу рук. Ну вот из того, что я пробовал. Кожаные браслеты с Алиэкспресс, но они защищают разве что вены на запястьях, и в принципе это чисто декоративные такие напульсники для красоты. Практическая польза от них не велика, ну как от любого украшения. Затем я пробовал также с Алиэкспресса применить защитные наручи для стрельбы из лука. Но это уже получше вариант. Из тонкой воловьей кожи защищают от удара тетивы по внутренней стороне руки. Ну, кто стреляет из лука, кто увлекается тем делом знают, насколько это бывает чувствительно и иногда даже болезненно. На трех ремешках затягиваются. Это уже понадежнее. Но эта защита не охватывает всю руку, и она скорее для такой изящной ручки китайской девушки. Треть моей руки до локтевого сгиба она, конечно, не защищает. То есть есть очень серьезные бреши в обороне. Хотя эта претензия не по делу, так как и не должна функционально эта защита справляться с такими задачами. Удар тетивы приходится как раз в ту область, которую эти наручи и защищают. Еще один вариант. Специальные защитные перчатки из кевларового материала. Это специальный материал. Волокна, которые используются в том числе в системах безопасности, бронежилетах и так далее. И перчатки от порезов также из него делают. От порезов, проколов. Неплохо, неплохо, но дороговато было на тот момент. Но это действительно технологичный вариант. Не знаю уж действительно ли там кевлар. У китайцев сложно понять, из чего действительно это сделано. Но отзывы разные. Поэтому я не рискнул, в общем. Ну и обращайте внимание, на Алиэкспрессе часто пишут цену лишь на одну штуку, а не за пару. То есть вы ждете, что придет пара. Нет, приходит одна штука. Это нужно именно уточнять. Самый, на мой взгляд, крутой вариант это специальные кольчужные перчатки для обвалки мяса, чистки рыбы. Они используются высокие и длинные, именно которые защищают всю руку до локтя. Их невозможно порезать. Сделаны они из маленьких металлических колечек. Ну как рыцарские перчатки кольчужные. Не стесняют руку, пальцы и надежно защищают. От порезов, проколов и так далее рука хорошо защищена. Классно. Но цена на высокие, то есть защищающие большую часть руки. Такие вот хорошие перчатки. Она просто космическая. Вот если только руку до запястья, такие вот коротенькие перчатки, они около трех-четырех тысяч рублей стоят у нас. Длинная перчатка от десяти тысяч рублей за штуку. За штуку, это не за пару. На Алиэкспрессе соответственно около двух и семи тысяч за такие товары. Дорого, но это уже профессиональное оборудование, профессиональный инвентарь. Ну а теперь о том, как я защитил свои руки бесплатно, потратив на все про все 15 минут. И сейчас мы все это быстренько сделаем. Итак, либо у жены, либо у адекватной знакомой, просим не выбрасывать старые, отслужившие свой срок сапоги, зимние или домисезонные, но высокие. Кожаные или кожзам. Кожаные, конечно, приятней, а не мягче. Ну и если после такой необычной просьбы вас не сочли извращенцем-фетишистом, то вы, скорее всего, смогли разжиться исходным материалом. Голенища таких высоких женских сапог и будут нашими надежными защитными наручьями. Берем острый нож или резец, срезаем все лишнее. Сохраняем рабочую молнию, если есть. И теперь наши руки будут и под защитой, и еще и в тепле. Самое сложное отделить кожу и подкладку, если есть, ну скорее всего она есть, от колодки. У нормальных сапог там все очень-очень неплохо проклеено. Так что потребуется усилие довольно серьезное. Обрезаем с запасом, потом все подровняем чисто ножницами. Делаем ровные срезы. Лишнюю подкладку, не закрепленную, также срезаем ножницами. Попутно из сапог получаются еще и модные туфли на высоком каблуке из остатков. Очень легко красим красным лаком и возвращаем нашей благодетнице уже практически лабутены ручной работы. Ну это шутка, разумеется. В итоге удобные длинные закрывающие почти всю руку, ну чуть ли не до плеча, защитные наручи, если девушка длинноногая, из комплекта доспехов крыльковода у нас готовы. Чем длиннее и тоньше ножки у сердобольной женщины, пожертвовавшей вам свою модную обувь, тем удобнее и плотнее наручи будут сидеть на руках. Разумеется, когти у шастиков будут оставлять царапины, иногда даже задиры на коже, но теперь это уже будет не наша с вами кожа, а защитная. Мне повезло, сапожки были классные, мягкие, настоящая кожа, поэтому и наручи у меня вышли как от модного кутюрье. Из кирзовых сапог вряд ли вышла бы такая эксклюзивная и местами даже модная защита. В этих наручах я уже вовсю таскаю кроликов, нутрий, особенно нутрий, потому что нутрий коготки стали очень такие внушительные и они, теряя равновесие, они цепляются за все, что могут своими ручками. Ручки у них очень сильные, а коготки острые, поэтому если рука попадает, то есть на кожу коготок, это очень неприятно, это болезненно. Ну, зайцы-то всегда отбиваются задними лапами, это такое рефлекторное действие, которое именно размашисто и если ты не успел среагировать, то это всегда рано. Ну и нутрии тоже очень даже могут поранить. В этих наручах животные уже опробовали их, то есть боевое крещение наручи прошли и я очень доволен результатом. Не приходится всякий раз ждать, что буквально доля секунды отделяет меня от перекиси. Как вы могли убедиться, ничего сложного, никаких специальных навыков не нужно, резак и ножницы, вот и все. Главное это исходный материал, то есть отслужившие свой срок женские сапожки. Более короткие и широкие голенища сапог я тоже пробовал использовать. От меховых зимних сапог на меху, но они получаются с одной стороны толще и надежнее, ну за счет того, что там толстая меховая подкладка, но они лично для меня более свободно на руке сидят. Не очень удобно. И их защита на мой взгляд избыточна, ну конкретно для моих животных, то есть кроликов и нутрии. Ну это как для защиты от стечки, надевать бронежилет с комбинированной защитой против бронебойного СВД. Не очень комфортно таскать, замучаешься, хотя кто же заранее знает, что прилетит. Данные наручи могут пригодиться не только животноводам, но и птицеводам. Я помню сколько царапин и шрамов мне оставили те же бройлеры или мускусные утки. У этих лосей и взрослых под 4 кг когти тоже очень острые, так что лучше предохраняться. При необходимости края подкладки, если вдруг они будут скатываться, советую подклеить по кругу. Также можно внутреннюю подкладку выдернуть и удалить совсем, но только аккуратно, чтобы швы не разошлись нигде. Но я ее сохранил, так руке на мой взгляд комфортнее. Особенно при длительной работе кожа не мокнет, не преет именно от соприкосновения с кожей. За все время, что я пользуюсь этим лайфхаком, пока ни одна зверюга моя не смогла нанести мне нового вреда в защищенной области. Все шрамы и царапины это старые. Ну и главное конечно дисциплина, заставить себя не пренебрегать безопасностью и всякий раз, даже кажется какое-то плевое дело, но работая с животными, всегда надевать защиту. Вот такой лайфхак. Потратили мы на все про все минут 15 и ни копейки денег. Ну разве что знакомые женщины теперь будут смотреть на вас чуть пристальнее и шушукаться. Ну а если обувь отдала жена, то придется еще и раскошелиться на новые сапоги. А на этом у меня сегодня все друзья, до новых встреч на канале Фермер-Одиночка. Субтитры сделал DimaTorzok